Привет, друзья! С вами Михаил Маркелов, и сегодня я расскажу вам, что самое интересное, на мой взгляд, произошло в Сарове на этой неделе. Понедельник, 29 января. В 10 часов утра начался прием документов на зачисление в первые классы. Родители подавали заявление через портал Госуслуг в школах и в МФЦ. Уже с ночи у школ и у МФЦ дежурила толпа родителей, и это при температуре минус 17, а в прошлом году в этот день на улице было минус 27, и тоже стояла толпа. Напомню, что прием документов на зачисление детей, проживающих на незакрепленной за образовательным учреждению территориях, начинается с 1 июля при наличии свободных мест. Сложно в чем-то упрекнуть родителей. Все хотят для своего ребенка сливать своего будущего, потому готовы стоять. Но вот к самой системе записи в первые классы, вынуждающих родителей идти на такое большие вопросы, и мы обязательно их зададим одному из больших начальников. Следите за новостями и смотрите наше видео. Вторник, 30 января. Саровчанка обманула 83-летнюю пенсионерку на 9 тысяч рублей. Гражданка М 1976 года рождения, нигде не работающая, ранее судимая многодетная мать, ранее промышлявшая со своей несовершеннолетней 14-летней дочерью, звонила наугад пенсионеркам, и жертвой стала 83-летняя жительница Сарова. Злоумышленница, представившись работником органов соцзащиты, предложила отдохнуть в профилактории целых 14 дней при условии предоплаты за питание всего 9 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась, гражданка М приехала, деньги получила и была такова. В данный момент мошенница заключена под стражу, свою вину она признала полностью. Дело передано в суд, и ей грозит срок до 5 лет лишения свободы. У этой гражданки такое криминальное прошлое, на самом деле, волосы дыбом. Она уже и дочь свою 14-летнюю за компанию брала бабушек по квартирам обирать, и муж у нее сидит, и прощали ей сколько раз, потому что имеет 4 детей. Мы, кстати, сейчас вместе с полицией собираем все эпизоды гражданки М, и на следующей неделе ждите целый альманах. Интересно отметить тот факт, что в свое время гражданка училась в одном классе с моим коллегой, журналистом и депутатом Сергеем Мартиным Кугукиным. Видали, какой разброс в рамках одного класса может случиться. Среда, 31 января. За улицей Силкина появятся целые жерлые кварталы. Нам с вами показали 5 концепт-проектов, которые будут проходить публичные слушания. Все интересные и разные. Наконец, становится понятно, почему новые детские поликлиники будут строить именно около 7-й школы, раз рядом будут заселяться целый микрорайон. Гаражи, кстати, пострадают, но немногие. Четверг, 1 февраля. Анастасия Седова отправляется, а когда вы это будете смотреть, уже прибудет в Пхенчхан. Комсомолка пообщалась с ней накануне отлета. Спрашивает Анастасия, с каким настроем едете на Олимпиаду в Пхенчхан? Анастасия отвечает, настрой боевой, хороший. Многие думают, что мы едем туда, как на войну, но это не так. Мы едем в Пхенчхан бежать гонки, подавать результаты, показывать, как мы подготовились и на что вообще способны. Ну что, Насте, больших успехов. Будем болеть всем городом и ждем медалей. А я, как журналист, обещаю пристально за результатами следить и вам рассказывать. Пятница, 2 февраля. ООО ТСК в Сарове оштрафовали на 280 тысяч рублей за гибель каменщика. Сам инцидент произошел на замороженном объекте, недостроенном доме в Пойме. Речь идет о том самом доме, который в нарушении закона был практически достроен на тот момент. Трагедия произошла 5 декабря, в 2017 году прошедшем. Тогда 29-летний мужчина работал на строительстве многоэтажного дома. В тот день бригада занималась уборкой строительного мусора и остатков строительных материалов. Обнаружив несколько мешков оставшейся сухой смеси, работники, чтобы не носить их вручную, попросили крановщика, работника другой организации, помочь переместить груз. Мужчины положили мешки на поддон и прикрепили на стропы. Крановщик начал подъем. Во время движения крюк зацепился за выступ плиты, груз качнулся и прижал каменщика к стене. Пострадавший получил многочисленные тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице. У него осталась жена и трое несовершеннолетних детей. По результатам проверки строительная организация была оштрафована на 280 тысяч рублей. Ну, что тут можно сказать? Застройщик ожидаемо избежал наказания, оштрафован подрядчик. Это все, что мне показалось интересным на этой неделе. А с вами был ваш персональный менеджер новостей Михаил Маркелов. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, дизлайки. Будьте в курсе всего, что происходит в Сарове. Субтитры создавал DimaTorzok